И смотрите, девчонки, мальчишки, вчера, как вы знаете, уже ездила в церковь, в Осло, цветила пасочки, то есть сама я их не пекла, меня угостили пасочкой, вот, сегодня утром я просыпаюсь и очень четко, ну, смотрю свои видео, которые еще с Мариуполя, я вижу там моего ребенка 3 года назад, 7-летнего, когда она вот такая вот мне была, еще гораздо ниже, сейчас она уже с меня ростом, и вот она расскажет, как она любит ходить, как она любит, что батюшка поливал водой, все эти моменты, и вот мне захотел, знаете, вместе с ней как-то приготовить, поучаствовать в пасочку. Замес делал очень маленький, потому что, что нам там, 4 пасочки, нам вполне вот с чайком попить, потому что я знаю, что в доме выпечки особо не должно быть, я же пытаюсь похудеть, опять-таки пытаюсь, почему, потому что вчера я прям с охоткой целую пасочку съела практически сама, Анютка немножко съела, я сегодня смотрюсь на весы и понимаю, все, что худелось, худелось, вот там, плюс такой хороший вес, да, за день это не могло быть, наверное, может быть просто застой жидкости, но сейчас не об этом. Я знаю, что очень многие девчонки паску готовить, то есть ее можно просто вот как какой-то вкусненький кекс, расскажу вам, что и как, и готовила именно как паски, я первый раз положила муки по рецепту, вы можете положить меньше, потому что она получилась немножко вот, немножко, наверное, такая, знаете, как вам сказать, забитая может быть, я бы вот, чтобы она была более пористая, такая, более волокнистая, положила бы муки поменьше, в следующем году уже буду знать, смотрите, кому нужно, сохраняйте, делитесь со знакомыми, всего самого-самого хорошего. В аппаре 350 миллилитров молока, я его подогрела, добавила столовую ложку дрожжей, растворила все это, 3 столовые ложки сахара, вот дрожжи пачечка, то есть столовая ложка там, так выглядит сама упаковка, вот я растворила дрожжи с молоком, теперь нужно добавить сюда муку, так, сахар напоминаю, кто не знает, 3 столовые ложки, вот это мука, и вот сейчас я положу вот таких вот, 3 столовые ложки, потому что я не взвешивала, сколько там на весах, но, чтобы понимали, 3 столовые ложки, сейчас это все я перемешаю и отставлю в сторону, будем смотреть, как оно будет подниматься. Прошло буквально 15 минут, дрожжи очень хорошие, я вам сейчас покажу, вот как должна выглядеть опара, то есть она такая пузырчатая должна быть, видите, 447 грамм муки, но я вам честно скажу, что 400 грамм вполне хватило бы, так, масло сливочное, причем хорошее, вот такое вот, покажу вам его ближе, 45, можно 50, сахара 188, раньше ложила 250, так, 5 яиц, добавляем сахар, то есть пасочка будет не такая, не приторно-сладкая, кто любит сладкое больше, растопленное сливочное масло, вот наши 45-50 грамм, грубо говоря, все в миксере у нас должно пожениться, у меня вот миксер, потом 100 грамм творога, такого, знаете, хорошо сухого творога, можно мокрый какой есть, то есть это как бы рули не играть, но лучше сухой, сметана у меня здесь, 3 столовые ложки, и вот сейчас я все это добавляю, видите, раскрашу творог, просто вот, камеру не навела, руками раскрашиваем творог наш, неудобно, знаете, одной рукой все делать, одной рукой снимать, говоря откровенно, теперь просто все это соединяем, я включила духовку на 50 градусов, поставила свое тесто в теплое место, и вот через полчаса оно, так, знаете, немножко поднялось, по традиции я 3 раза тесто осаживаю, вот сейчас то, что поднялось, я его осажу, и снова буду ждать, пока оно поднимется, давайте я вам покажу, видите, как оно по текстуре, по плотности, потому что те, кто первый раз будут делать, должны понимать, какое оно должно быть, но если будет меньше муки, то хуже не будет, вот Анютка с душа выбежала, при мысли, что можно уже с тестом возиться, она очень это дело любит, вот начинаются, знаете, у нее всякие такие моменты, когда мама говорит, надо сушить волосы феном, она нет, фен волосы пересушивает, где-то она там вычистала, и с мокрой головы вот ходит, пока не высылан естественным образом, никакого полотенца, ничего, я всегда говорю, чем больше возишься с тестом, тем лучше оно будет, с ним надо разговаривать, показывает мне, что еще немножко оно к рукам липнет, что еще не настолько оно хорошее, ну, значит, поставим еще на один раз его в духовочку, чтобы оно расслоилось, еще немножко постояло, третий раз оно поднялось, смотрите, видите, крупинки творога, прям, хорошо видны, поднялось в этот раз не так сильно, но, думаю, все, уже можно, уже оно к рукам перестало приставать, нет, еще немножко есть, но, во всяком случае, с ним уже можно работать, сейчас начну наполнять, у меня такие алюминиевые чашки, я думаю, что получится, наверное, 3 или 4 пасточки, но, посмотрим, видите, вот, все его отрываю, и оно следов не оставляет, значит, тесто готово, на Люпи Маркете, помните, я купила 4 чашки алюминиевые, такие, не знала, куда их приспособить, вот, теперь они идеально подошли мне, для, как формы для пасточек, примерно, вот, видите, до половины, может быть, чуть-чуть, где-то выше получилось, разогреваю пока духовку, на 170 градусов, 170-180, сделала глазурь, как вы видите, такая хорошая глазурь, достала с духовки, я их, те, которые стояли спереди, впереди, они получились такие очень красивые, видите, не сгоревшие, сейчас я вот так вот даже разверну, покажу, что она не сгоревшая, что она очень красивая пасочка, еще горячая, честно говоря, только я их достала, вот, а те, которые стояли сзади, у меня духовка печет неравномерно, а я ей, ну, горячо, брать даже в руки, то есть, тоже, они, видите, не сгоревшие, но немножко это вот поднялась выше, чем другие, и немножко лопнули, но по текстуре, видите, какая она будет внутри, вот она прям расслаивалась, и вот внутри она будет такая же, немножко остынет, я их смажу, и у меня будут вот такие 4 штучки, 4 маленькие пасочки, все посыпала, обмакнула, но я не буду ждать, пока застынет глазурь, я свою пасочку вам разрежу, чтобы показать в разрезе сразу, так, начинаем разрезать ее, она еще не застыла, но я вам ее все равно разрежу, хочу показать, какая она будет в разрезе, ну, и самой мне интересно, вот, она такая вся мокрая-мокая, классничая, сейчас на 4 части еще разрежу, вот, видно, нет, можно приступать, не дождать, пока она застынет, можно начинать ее кушать,